Внимание, уважаемые друзья, мы продолжаем нашу конференцию. Выступает Пётр Петрович Кузнецов, кандидат философских наук. Нефантастическая реальность звёздных войн в галактике Млечный Путь. Такая система. Окей, благодарю. Значит, как учёный, имеющий несколько высших образований, в том числе специальные, однажды у себя в Алмате на моей родине, последнее моё место работы там – это ЦК партии и отдел национальных отношений. На меня вышли интересные наши спецслужбовцы, хотя я сам не спецслужбовец. И одним словом, я стал научным консультантом уважаемой организации «ИКУФОН» International Commission по НБО-исследованиям, это штат, штаты Нью-Йорк, фон Кивиски, если кто знает, пусть все понимают, о чём я говорю. Поскольку мои работы научные в мире и так далее, конференции, я не буду об этом говорить. Одним словом, мой потенциал и эволюция личная такая научная, она в итоге меня привела к космологии, к уфологии. Поэтому с 95-го года здесь, в Москве, ежегодно я выступал на конференциях «Зигельский чтениях». Если не докладом, то по крайней мере всегда присутствовал. Очень уважаемая аудитория, приятно, там есть некоторые мои работы, опубликованы многие там, и некоторые мои работы на параллельных сайтах изложены полностью, как содержание и так далее. Ну это есть. А сейчас, поскольку меня буквально только что пригласила Федерация космонавтики северо-западного региона нашей страны, в России, в Петербурге, они знают мой сайт, сайт открыт ещё в 15-м году в Америке с помощью моих друзей. И они говорят, Пётр Петрович, это настолько интересно, что мы хотим вас пригласить к нам. А вы знаете, в Петербурге там уже есть институт реинкарнационики, там есть лаборатория астробиологии, там есть слиперы, которые работают на Роскосмос. Можете представить уровень эволюции там. И так далее. Значит, и мы, говорит, хотим записать научно-документальный фильм по материалам ваших исследований, вашей книги, приглашаем вас провести, конечно, какие-то лекции. Последней такой моей топовой лекцией докладом был доклад на учёном в Совете Академии геополитики у генерала Ивашова, если вы знаете. Такого, да. Вот. Поэтому сегодня, поскольку я подготовился, готовлюсь, периодически где-то даю свои лекции, начать такую вот серьёзную тему. Наконец время пришло, то есть вся эта конспирология, всё это вокруг да около. Уважаемый РЕН-ТВ, который там много даёт такой информации, ничем не подкреплённой, очень многие в народе, как говорится, не РЕН-ТВ, извините за грубое слово, ХРЕН-ТВ и так далее. Поэтому время пришло говорить правду. И этой правдой осмелился заявить Пётр Петрович Абладарин. Поскольку он дружил в мире с известными, очень известными академиками, в частности, таким, как Владимир Авинский, если вы знаете, Самара. Он создатель термина палеофологии вообще, который много ездил во всём мире, участвовал на уфологических форумах, в Америке бывал, в Швейцарии. Я лично знаком Фоном Деникином, его знаменитый фильм «Воспоминания о будущем», наверное, где-то кто-то помнит. И Петербург мне предложил, мы хотим снять вторую серию, как «Воспоминания о будущем», на материале именно ваших исследований, Пётр Петрович. Для меня это большая честь и неожиданный такой поворот творческий. Мне действительно есть что сказать. Поэтому сегодняшний свой доклад о реальности звёздных войн галактики. Что это ни миф, ни сказки, ни фантазии. Потому что те материалы, которые мне привёз из Америки Владимир Авинский, и не один раз, а он знаком лично с Захарием Сичиным, вы знаете «12-я планета», «Нибиржа», «Анунаки» и так далее, который написал эту книгу. Это наш советский учёный из Баку, который эмигрировал в США и написал этот фундаментальный труд, исследуя клинопись Шумера на этих табличках. И, конечно, мне Владимир Иванович, с которым мы в переписке с 1997 года творческой, обменивались такими материалами, книгами, и он мне присылал пачку таких секретных материалов по космологии, тематике, которые я анализировал и так далее. Поэтому сегодняшнее выступление, это я, конечно, буду говорить, я хотел бы начать с меморандума независимости планеты Земля, в скобках Ти-Джи-Ик, Гея-Терра, такое тройное название, в галактике Млечный Путь. В соответствии с незыблемым и священным правом разумных существ космоса на самоопределение и независимое духовное и технологическое развитие планетной цивилизации и ее законных планов экспансии в пределы ближнего и дальнего космоса в системе звезды Солнца заявляет. Планета Земля, Гея-Ти-Джи-Ик, Терра, в разные периоды ее древней истории, являясь планетой экспериментов множества внеземных цивилизаций, с древнейших времен проводящих на ней ее поверхности в глубинах Земли, геосфере, атмосфере, научно-исследовательские, разведывательные и духовно-социальные эксперименты, импорт-религии. В своем научно-технологическом развитии достигло уровня познания и понимания глубинного материального устройства Вселенной и существования в ней как собственных параллельных физических, так и инопланетных, иномерных и квантовых, нефизических эфирных миров, так или иначе присутствующих в мире Терры. Соционические модели устройства земной цивилизации, ее духовные и социальные парадигмы, импортируемые внешними мирами космоса в тот или иной регион, страну или континент планеты, и дезинфицированы и разделены наукой Земли. Смотри. Пиерс. Пангалактические войны и их НЛО. Проекции на Земле. 2012 год. Этой книге 12 лет. То есть 10 лет, пардон. Да, 10 лет. Она раскоплена в магазине «Лабиринт» и так далее. И самое интересное, то, что я сейчас читаю, по сути, я почти ничего не изменил в этом меморандии, потому что я его сразу написал. Если эту книгу я издал и на афологических конференциях, подарил там Марине Поповичу, вы знаете, там многим ученым, они мне Марина тоже свои книги подарила, и тогда мы дружили, общались. Вот. И в этой книге, как говорится, которой больше 10 лет, я написал ее в марте, а вот опубликовал свой этот меморандум независимости, я его составил 29 июня 2012 года. То есть буквально через несколько месяцев. И вот прошло, смотрите, 10 лет, и актуальность того, что я сейчас читаю дальше, буду читать и докладывать, оно нисколько не потеряло актуальность, наоборот, только насыщается фактами и аргументами. Итак, эти модели устройства земной цивилизации разделены автором Петром Петровичем на два пути магистральных развития – теократический, автократический и пантеистический, парламентско-демократический. Оба пути развития, являясь конкурентными в мироздании, в полном соответствии с диалектикой бытия и развития Абсолюта высшего разума, живого космоса, смотрите, высший космический разум сообщает, такая брошюра в 1991 году еще издана была, как говорится, с подачи империарион. Внедрялись анклама внеземных суперцивилизаций, вот эти две конкурирующие модели, через галактические мега-союзы космоса, о которых я буду вам докладывать. Это первое А, это ГФС, так называемая Галактическая Федерация Света, или Галакон автора в его книге. Там все это фундаментально проанализировано. Вышли. Как марионетки эфира оккупантов Земли, то есть ГФС, то есть Галакон, это является марионетка эфира оккупантов Земли и галактики Млечный Путь из галактики Туманность Андромеды. Если это Галактика Млечный Путь, все прекрасно знают, что в северном небе, на северном полуше шаре, там видно созвездие Андромеды, оно глазом видно, даже невооруженным глазом видно, потому что эти галактики сейчас тем более сближаются, там 2 миллиона святых лет между ними. Так вот, там находятся, так сказать, главные эфиры оккупанты нашей Земли и нашей Галактики, которые представляют теократические именно, матриархальные, женские, мягкие, условно-светлые, как бы божьи цивилизации или изотропные, то есть однородные, бесклассовые, мономодели социумов во главе с диктатором, автократом, монархом или королевой-жрицей с их марионеточным советом в Думе и так далее. Сомали, ГФС это или ее сателлиты в космосе, или Китай это, и все земные монархии, как прорелигиозные анахронизмы средневековья есть, в которых вся власть концентрирована в самой себе, навсегда и передается исключительно по наследству. Это ГФС, это Галактическая Федерация Света, эфироккупанты нашей Галактики, которые уже выжили из сведических миров, как бы стали богами и ангелами, этим играют нами. А вторая сила, которая как раз прогрессирует и поддерживает парламентско-демократические социальные такие устройства, это Империя Орион нашей Галактики, уважаемые друзья. Брошюра, которую я назвал в 1991 году, она массовым тиражом. Представляете, если Советский Союз распался, ну, скажем, в августе 1991-го, то они выбросили эту брошюру Орион, Высший Космический Разум сообщает, в апреле месяце, изданное в Москве, тиражом 200 тысяч экземпляров. Я как участник конференции с Ажарой, видите мой значок? Уфо. Это мне как участнику конференции в 1991-м лично Ажару вручал за моё участие в этой конференции. Да, Ажару. А может, пожалуйста? Да, пожалуйста. Не атакуйся. Да, вот. Я поздравляю, мы с вами, да, коллеги были на тех поре. Да, и вас тоже. И Климова Вячеслава тоже. Выкрасить значок. Это вот та самая... Я тут думаю, я просто... Дома? История нашей российской уфологии, она имеет вот такие следы, понимаете, объективированные и так далее. Поэтому до поры до времени я особо так не говорил о своих идеях, я их концентрировал и так далее. Так вот, второй силой, которая прогрессирует и поддерживает парламентские, демократические такие социальные модели, устройство общества. Это империарион, которая мужская, как бы, жесткая, условно, темная, как бы, сила, условно, как бы, не божья сила, внимание. Или это анизотропные, то есть неоднородные, классовые полимодели социумов во главе с президентом или премьер-министром, сенатом и парламентом. В Сомалии это империарион с ее метрополией в системе звезды Белатрикс. То есть, к вашему сведению, в империарион в системе звезды Белатрикс гамма-ориона на 200 световых лет, больше, чем 200 световых лет, находится галактический ООН. Как на Земле находится земной ООН, так и в галактике находится галактический ООН, империарион в системе звезды Белатрикс, метрополией в системе империарион. Далее, его главные сателлиты и союзники, это федерация драконов, федерация драков, созвездие дракона, звезда Альфа Тубан, с ее королевой и парламентом во главе в космосе. Или это США, Англия, Япония и все другие промышленно-развитые демократические страны, планеты Терра, где исключен застой и консервация власти, и периодически вся власть и лидеры стран переизбираются всенародно. Смотрите, здесь очень важная вещь. Все знают, ну я как философ уже, кандидат философских, но хочу такую вещь вам напомнить, что был такой философ Платон, он написал такой диалог о пещерах. Он говорит, мы люди на земле, как бы находимся в какой-то пещере, и на стене наблюдаем какие-то тени, а это, говорит, играют боги там, а мы как кинофильм смотрим, и мы не имеем сил, возможности повернуть наши головы и увидеть самих богов воочию. То есть мы судим, наши выводы делаем земные, а деятельности космоса и богов судя по каким-то теням. Поэтому в этой идее тени заложена в моей книге как мегаидея, что пангалактические войны, звездные войны, они имеют миллиардные истории, являются главными, а наши земные войны, это как бы маленькая тень от тех глобальных войн. И поэтому причина, то есть как бы космос и галактика являются причиной, а все, что происходит на земле, является таким небольшим тенью следствия. Таким образом. Итак, очевидно, что современное политическое устройство государства Земли, китайская, арабская и прочая весна, или пировая, но победа на планете, демократической парламентской модели развития и политеистического, то есть многобожьего, понимаете, о чем я говорю, мировоззрение в религиозных кусах публики Атланты, Рима, Запада. Это я опять же выделяю две таких, я потом это покажу на специальных моих вещах. В противовес тоталитарным автократическим режимам Лемурии, Орды Востока, в котором из суперсоюзов галактики Млечный Путь планета Терра может присоединиться, достигла пиковых значений и точки бифуркации. То есть мы понимаем, что мир сложен, мир многомерен, что есть не только параллельные физические миры, а есть квантовые, эфирные и прочие миры. То есть мы дошли до этого, как цивилизация. Идеологическое и технологическое блокирование галактической федерации света, то есть Лемурии, как доминанта А, то из туманности Андромеды, научно-технологического вектора развития земной цивилизации, продвигаемой именно альтернативой доминантой Б, то есть империи Орион, который поддерживает прогресс именно физических и биологических миров космоса и Галактика, ну и Млечного Пути, а не эфиро-иномерные грезы анклавов ГФС Андромеды в пользу, мол, духовного, в кавычках, развития мира Земли, что столь упорно-маниакально насаждается теократами космоса, которые уже газоплазменны, нематериальны, небиологичны, но, по их высокопарному мнению, истинно, мол, духовный, божественный и физический, фактически, вымерли в физическом мире. И это все тормозит не только НГО материальную, но и сугубо духовную эволюцию человечества, имеющую законное право на свой экзистенциальный, то есть жизненный, бытийный и философско-политический выбор, мировоззренческий в развитии цивилизации, включая экспансию человечества в свой ближайший космос, Луну, Марс, спутники Юпитера, Сатурна и далее в космос Вселенной. Противовес анафеме теократических режимов космоса и религиозного монотеизма на технологическое пантеистическое развитие земной цивилизации такие периодические аномалии, как путешественники во времени, из параллельных миров, континуумов, из будущего в наш мир, это все знают, все наблюдают, РЕН-ТВ много об этом тоже говорит, спасибо им. Константин, где уже человечество вышло в большой космос, терраформировало и заселило планету Марс, спутники планет-гиганты и даже планеты других звездных систем констатируют земному разуму нам всем, потому что наука является сознанием цивилизации, что факт о неизбежности нашего земного материалистического энго-технокосмического будущего. Седьмое. Посему, исходя из всего изложенного из полисоциумного диалектического статуса планеты Земли Терры и ее разумной цивилизации, заявляем, первое, о снятии космической блокады Галактической Федерации Света, то есть Галаконом, Орионом и всеми другими суперцивилизациями космоса с нашей древней планеты-лаборатории Тинджи Геотера. Второе. О непрепятствии всем желающим землянам и инопланетянам телепортировать в четвертое, пятое или иное измерение бытия, если они так хотят или просто возвращаются к себе домой. И напротив, о приглашении всех пришельцев, наблюдателей и агентов суперцивилизации, живущих на Земле среди нас, к легализации. Сотрудничеству и кооперации с землянами, ибо всем нам есть чем заняться в актуальном настоящем и общем будущем. Настоящим меморандумом планеты Земля составлен готов к передаче в суперсоюзы космоса ГФС, Галакон, Империарион и другие супермиры для начала открытых контактов и конструктивных переговоров со всеми разумными существами космоса, заинтересованы, как и земляне и инопланетяне, снятие космической блокады с планеты Земля и интеграции ее цивилизации в союзы и анклавы супермиров Вселенной. Примечание. Земляне и инопланетяне не оговорка, но факт многовекового генетического скрещивания, манипулирования геномом Земля космическими пришельцами-лаборантами. Некоторые из этих лаборантов – потомки самой Геи. Самой чего? Потомки самой нашей Земли. Некоторые из суперцивилизаций, они раньше жили на Земле, они ушли в другие миры, в свое время развившись по спирали, и стали более развитыми цивилизациями, и сюда приходят уже теперь из будущего. но сами они родились когда-то, может быть, на самой Земле. И вот о чем мы. То есть земляне и инопланетяне – не оговорка. А снятие блокады, что это означает? То есть теперь что? Значит, теперь я приступаю… Вопросы, наверное, будут потом. А-а. Поэтому теперь приступим, собственно, к тому, что я хотел изложить. Начнем с того, что каков статус нашей планеты в космосе. Статус нашей планеты в космосе – это планета-тюрьма. Планета-тюрьма космоса, не только нашей галактики, но и космоса. Сюда сбрасываются души, так сказать, диссидентов, инакомыслящих, преступников и всех-всех неугодных в таких высших мирах для исправления. Поэтому второй субстатус нашей планеты – это планета-церковь. Поэтому, ребята, не надо никаких эльмол-тарелок, не надо никаких технологических развитий. Паситесь, божьи там барашки, молитесь, и будет вам счастье, будет вам ра-небесное. Вот такая и дело. Но, поскольку технологическое развитие именно нашей цивилизации при поддержке Ориона, а здесь я хочу сказать, почему Орион и так далее. Потому что в 54-м году, ну это начиная с 47-го года, а вообще еще раньше, президент Руси знал об этом, и Германия, Гитлер, они знали это, вы знаете эту историю о ненерве, новую швабию, Артарктиду, вы это все прекрасно знаете. Так вот, с 47-го до 54-го года велись такие переговоры именно с инопланетянами. У меня есть документы, копии этих документов, благодаря Владимиру Абинскому и другим моим друзьям, инсайдерам, секретных служб, которые мне это предоставляли. Это Петр Тибет. Так вот, президентом Эйзенхауэра на базе Холомен был подписан первый межпланетный договор нашей цивилизации Америка с империей Орион. Но до того, как он был подписан, велись переговоры и с другими инопланетянами, как раз с представителями ГФС, то есть Галактической Федерации Света. То есть с теми Нордика Мизандромеды, которые говорят, ведь смотрите, 1947 год, только закончилась Вторая мировая война. Секрет открытия Второго фронта, это не просто, как говорится, разбить гитлеровскую Германию, это остановить еще экспансию коммунизма на Запад и Европу. Это все прекрасно понимают, для этого существует операция с Крепкой, Алина Дальци, в 1945 год, многие знают об этом, чуть-чуть, но это все надо сложить в кучу, как говорится, связать. Так вот, это договор, который предлагали ГФС, вот эти андромедяне, высокие, так сказать, и 2,5-3 метра ростом они, они повыше нас, я потом это все покажу, и говорят такое, вы уничтожьте все ваше оружие, тем более, вы уже взорвали в Хиросиме многосаке атомные бомбы, тем более, вот все дезактивируйте, утилизуйте, и тогда мы вас примем в наш галактический, такой райский совет, дадим вам технологии, и будет вам божье счастье. Но только закончилась война, знаете, она, как говорится, вторая мировая война, она перешла в холодную войну, вы прекрасно понимаете, то есть две супердержавы, Советского Союза, Америка, они как были противниками, так как бы остались, вот, и естественно, не эстеблишмент, ни президент США, ни Сенат, конечно, многие были не информированы, а стал, во главе Америки стал так называемый суперсовет Мажестик 12, если кто в курсе, вот, MJ-12, который был создан, указан президентом Трумара еще в 47-м году, у меня есть копия этого, его указа, когда он пишет о том, что он пишет письмо Джеймсу Форрисову, министру обороны США, в 47-м году, 18-го сентября, уважаемый господин Форрисов, настоящим указом, вы должны организовать структуру Центрального разведывательного управления СИА, которая будет заниматься именно тематикой МВО внеземной жизни, то есть, первая функция ЦРУ, о которой у нас на слуху, как бы спецслужбы, там и так далее, вояки, там и все бомбы, это исследование инопланетной жизни и факты этих, мало того, сокрытие и дезинформация их специально, чтобы не путать, почему, потому что Гарри Трумэн, когда ему доложили, у меня есть эти все копии документов, о том, что вот такая-то тарелка упала, вот какие-то гуманоиды, кто выжил, кто умер, что эти, мы не знаем, что за технологии, явно это неземные, что делать тому подобное, существует неземная жизнь и так далее, что делать, мне пригласили представителя Ватикана, и представители Ватикана и так далее, все собрались и говорят, если мы сейчас откроем в 47-м году правду, что Бог это не совсем то, что нам навязывают, что мы тут одни, одинокие, вот вселенные, в тюрьме, где-то на крайней галактике, в мире ничего не существует, а сейчас, вы знаете, программа существует, там продвигает программу, плоскоземельщиков, космоса нет, звезды, это лампочки на куполе и прочий бред, то есть, понимаете, загоняют человечество в такие вещи, так вот, это объединенный совет Ватикана, истеблишмента, научного, военного, президентского, вынес решение. Ребята, мы должны признать факт, что война не закончилась между Востоком и Западом, еще, например, это 47-й год, вот, и поэтому инопланетная жизнь, факты, сейчас их обнародовать, люди не поймут, не поверят, потребуют доказательств, а идет война, пульс холодная и так далее. Плюс, это вызовет духовный кризис, мегакризис религиозный, потому что всю Землю, изолируя от всего космоса, что нет никаких инопланетян, нет никаких летающих тарелок, вот, есть звезды, лампочки, вот, есть какая-то Земля, все, можно еще, это вызовет, ну, просто взрыв, коллапс, кризис человечества, нельзя много это делать, это было принято решение еще Гарри Крумэном, вы меня извините, в 47-48 годах, а к 54-му году, когда уже был новый генерал-президент Эйзенхау, вы знаете, и вот они уже к ним пришли, эти нордики из галактики, предложили свои условия сотрудничества, подписания договора, которые, естественно, американцы, да вы что, с ума сошли, мы должны уничтожить наше оружие, завтра нас Советский Союз разбомбит, и так далее, вы о чем? Короче, и тем более убрать наше оружие невозможно, а орионцы предложили, вы знаете, и были открыты такие переговоры, вы знаете, мы орион четыре миллиона лет назад потерпели сокрушительное поражение от эфира войск МГО-хандрометов, и четыре миллиона лет империя орион развивала свои МГО-технологии, чтобы я сейчас покажу это наглядно. Вернусь. Ага. Так, секундочку. Так, какие-то проблемы, да? Нет, нет, сейчас, секундочку, я еще манифаю. Вот, внимание, вот сюда. Вот из Крыма. Все знают эту Медвежью гору, там Артек и так далее. И вот какие-то стравы и облака. Это, ребята, не облака. Это андромедианские эфирные глюки, сказки МГО. это одна из их баз центральных. Сейчас еще немножечко покажу. Это от Ориона или от кого? Это андромеда. Андромеда? Это оккупанты, эфиры оккупанты нашей цивилизации. Так, как мне вернуться? На общую. Ой. Помогите, пожалуйста, чтобы я мог общую вот эту менять. Это нам не нужно. Да, видите? Вот, на общую куда нажимать? Чтобы выйти на... Где у меня? А, вот так можно, да. Вот, внимание, это вот современные совсем вещи. Если вот снимок, это мой снимок, извините, из санатория Черноморья в 2008 году. Мой личный снимок. Но аналогичные снимки есть в сети. Другие люди снимали эти вещи, вы знаете. Это мой личный снимок. А вот мне прислал один уфолог, исследователь из Ялты. Вот они, понимаете? Вот они, это их корабли. Это Ялта, да? Да, это Ялта. Вон, может все узнать. Кто ездил в Ялту, мы ездили много раз по своей машине. А, больше? Вот эти корабли они там покляли. Вот, кстати, одна из, ну это еще старенькая, видите, Андромеда машина. Это вот то, что он энергию раскопал, и они, как говорится, захватили одну из тарелок Андромеды, видите, вот там боксы и так далее, и так далее. Ну, одним словом, сейчас, мне на общую вот так выйти, да? Как? А, вот так, нет. на общую, Александр, как лица на общую мне картину? На общую? Да, на какую-то кнопочку мне? Давайте попробуем на... Нет, это... А, это положу. Да, вот-вот-вот сюда. Во-во, да. А, это надо быстрее убирать. Ну, Вот так, кстати, хорошо. Внимание, это будет полезно. Ой, а это целая галерея инопланетян. Видите, помогите мне, остановите. А он в режиме что-то пошел? Да, он пошел в режиме слайд-шоу. Ну, может, вы комментировать будете как-то, нет? Нет, вы оставьте сейчас, чтобы я мог... Так. Мючслав, ты чего-нибудь соображаешь, что ли? А что, надо убрать, что ли? Да, чтобы смог я выйти на этот, на общую... Во-во, это на что нужно? На escape? Или что? Ну, да. Все, я понял. А, еще раз? Так. и закрыть можно там. Ладно, я буду так. Вот смотрите, ну, ладно, это не буду я. Это вот Марс, всем известная пирамида. А вот назад, если вот, видите, вот Марс. Вот Олимпийский вулкан высотой там на Марсе. Там находится подземный Новый Берлин. Кстати. А в южном полушарии там находится база Альянса. тайных космических программ. Сейчас садитесь. База Нового Берлина и еще была база. В вулкане Олимпус внутри город Новый Берлин с населением более миллиона человек. Построен немцами уже давно, начиная с 40-х годов. Но они на тарелках туда. Да, да, вот я вам показал андроведомашины, которые они как говорится захватили, убрали, разобрали и все это. И тем более им помогла цивилизация Альдебаран взять эти технологии и так далее. Они же наплевали на Вторую мировую войну. Вы помните, они там в Антарктиде вышли на связь с инопланетянами, поэтому они с первыми прорвались способами. Давайте какой-то итог может быть. Да, я итог подведу. Одним словом, конечно, все это фундаментально изложено в моей книге. Кто заинтересуется, я готов остатки своего втиража предложить. Пожалуйста, подойдите, я готов подписаться с удовольствием. И чтобы подвести итог, потому что много действительно времени, материала колоссально много, тезисно и главные мысли я, наверное, донес до публики. Если вы прекрасно понимаете. А стоимость? А? Стоимость? Да, 200 рублей это копейка. Поэтому, конечно, я просто сейчас открою сейчас, пожалуй, слово Вячеславу. Я просто пробегусь по всем снимкам. Чуть-чуть. А у нас там где-то есть базы? А? А у нас там где-то есть базы? Под землей там базы. В Антарктиде тоже есть. В Антарктиде. Конечно. Мы же шум делаем туда. Нет, мы шум Я знаю, у меня мой друг там был в этой экспедиции. Понял? Вот. Сейчас я ага, вот. Я сейчас быстренько подкоррекирую. Значит, смотрите. Ну, это вот как бы это сама Солнечная система Земля с планетами. Это вот Купера и так далее. Это спутники. Это вот это тоже очень интересная вещь. Хочу показать. Вот наше Солнышко. Видите, одна точечка ее даже не видно. Размеры. Вот Сириус побольше. Вот Полруц в северном полушарии левы. Вот Арктул. Вот Ригель в созвездии Ориона. Вот Аль-Ди-Баран. Вот Бетергейзе. А вот Антарес. Видите, какие колоссальные размеры. Это все Андровиде. Нет. Что вы? Это в нашей галактике. Это все в нашей галактике. А чем Бетергейзе и орионцы сообщили, когда с Дзенхаром подписали договор, что наша звезда умирает, она взорвется. И вы увидите взрыв сверхновой через 65-70 лет. То есть вот вспышка сверхновой до нас скоро будет известна. А Бетергейзе с белого кармы что-то взорвется. Понимаете, что делать. Вот такая интересная информация, которая была доведена до вот наше строение Селенной. Видите, вот сама Солнечная система. Вот смотрите, 12 световых лет ее диаметр Солнечной. 12 световых лет. 26 тысяч световых лет до центра Галактики Блечневой. Смотрите, если еще дальше, мы переходим в местное скопление Галактики. 1 миллион световых лет. Там уже вот видите, галактика Тумана Сандромеды уже рядышком. если дальше мы еще продвинемся, миллионов световых лет мы выходим в местное скопление Галактики. И еще если дальше, на 13 миллионов световых лет мы уже видите, где-то центр наблюдаемой Селены, где-то 13 миллиардов световых лет наблюдаема наша Селена, и вот мы где-то находимся близко к центру нашей Солнечной системы галактики на высаде в центральных областях. мы древние. Хотя возраст... Петр Николаевич, ну давайте вопросы какие-то или что? Или нет вопросов? Есть вопрос. Русак. Он тоже писал о межпланетных контактах. Русак. Кто? Русак. Не знает такого. Ну он ушел из жизни в 12 году. Но неважно. Я не знал как это. Ну давайте давайте Убийственный вопрос задам. Ответите? Тогда будет ясно. Вот вы оперируете гигантскими галактическими межгалактическими расстояниями миллионами и миллиардами световых лет. Это вообще-то объяснение нашей современной и не только современной астрономии. Но извините как можно управлять на таких расстояниях опираясь на скорость света. Это чушь собачья. И понимаете и когда эти цивилизации они значит должны использовать совершенно другие вещи. Почему вот такие лектора как вы не объясняют этот самый главный вопрос? А все остальное это франкастика. Я услышал вас я вам опрошу. Вы задаете вопрос который все знают. что Эйнштейнов теория это такая ерунда потому что благодаря квантовой технологии всем остальным которыми владеют эти супермиры мгновенная телепортация мгновенная перемещение у нас Левашов разговаривал истинно это спорить не надо вопрос ответ вопрос это все гипотезы он не знает просто хорошо пусть это останется для вас лично пока гипотеза снятие блокады земли тихо вот вы говорили сейчас в своей лекции вы сказали вопрос о том что вы сказали что они решили снять блокаду земли что это означает и что смотрите что снятие блокады блокады оказывается снять земли ее оказалось не так просто почему потому что пиратским способом третий рейх это Андромеда это новая Швабия Марс и так далее пиратским способом земная цивилизация во вход каких-то карантинных вот этих блокадных энергетических экранов НОР опек и так далее прорвались в космос пиратским способом благодаря сотрудничеству с американцами и американцам к которым мы подключились и теперь уже американцы с немцами там и есть наши русские из тайных космических программ так называемые ветераны ТКП уже влетают во всей галактике даже во всем космосе кто наши земляне как космонавты астронавты на летающих тарелках огромного размера 20 миль длиной понимаете летают по всей галактике и по всему космосу и поэтому когда уже эти все эфиры боги с их вот этими облачными тем более Орион самоноситель сокрушительное поражение наработав такие технологии то в галактическом таком сообществе большом да сказали земля вышла как Циолковский наш говорил из колыбели мы не вечно будем в колыбели мы должны выйти в космос и не получилось это эволюционным путем как это хотели боги чтобы мы все отказались от технологического развития в пользу духовного молились там и возносились в рай потому что им эфирным существам не интересен физический мир биологический а Орион поддерживает физический мир вот в этом противоречит и поэтому снятие вот этой космической блокады оно столкнулось с такими фактами что земляне уже в космос заявили свои права да торгуют пиратами киборгами человеческими телами много темного есть у пиратов у земля и мы хотим легализоваться цивилизации привести это в порядок поставить на место наших пиратов и ваш тоже там тоже хватает грязи в космосе почему я пишу что войны на земле это не разбериха хаоса это лишь маленькая тень того хаоса который там творится поэтому земляне выставили вот этим прорывом в космос через Германию и Америку вызов этому галактическому соглашению прогнившим мы разумная цивилизация и Джон Кеннеди перед смертью за 10 дней перед смертью сказал мы как цивилизация должны отказаться от предрассудков Библии и его через 10 мы убили ну все я посетил так вопрос есть пожалуйста у меня вопрос ваша модель не стыкуется с другими моделями вот других буголоков а также контактеров которые тоже в курсе что там происходит вот конечно у вас тема обширная времени у нас мало поэтому из всех возможных вопросов я задам вот только один который касается в основном скажем так юридических норм там законов кармы если вы занимаетесь этой темой вы наверняка должны быть в курсе что земля является не просто заповедником а скажем так зоной запретной для инопланетян это юридически но по факту этот запрет безусловно нарушается и вам наверняка должны быть известны скажем так то что к нам вторгаются это браконьеры если например орионцы договаривались о чем-то с американским правительством это в нарушении вот этого закона о нейтралитете земли то есть по сути дела это браконьеры которые пытались договориться с кем-то из землян вот соответственно вопрос у меня заключается в следующем когда вот вы предлагали ну согласно некоторым документам предлагалось легализовать значит агента влияния на земле и легализовать вот в том числе вот ну вот эти да я заявил и вот вопрос собственно заключается в чем значит это для кого легализация для законов земли или для законов космоса я утверждаю что значит по законам космоса никто этот запрет не снимал и то что вот так сказать вы обозначили вот позиционировали это по сути дела предложение именно незаконной акции совершенно верно потому что земля до сих пор находится в режиме как бы такого условного карантина и вот этот карантин о снятии он сейчас активно обсуждается в космосе активно вы знаете если может кто-то есть определенные представители галакона на ганимеде вы знаете наверное да Юпитова насчет ганимеда это отдельно вот там есть такой как бы филиал межгалактического такого союза куда значит уже как бы представители земного альянса правильного космического грамма уже были приглашены уже переговоры пошли уже пошли изменения определенные но это в специальном таком разговоре не в такой публичной я могу конкретно вам ответить то есть земля заявляет о своих правах и вот как и я тоже пишу как меморан независимый я вот 10 лет назад написал а смотрите за 10 лет назад почти ничего не изменилось но вы знаете что в интернете идет прошу прощения вот меня уже просят закончить вот ну одним словом я полностью с вами согласен существует масса теорий масса каких-то других альтернативных материалов я только радсов ну не сейчас вы понимаете но то что я то что я наработал это моё так сказать моя точка зрения мои выводы которые так сказать я бы так сказал поддерживали уже не только земля извините за такое скромное слово спасибо хотел бы добавить Петр Петрович что 22 октября будут зигелевские чтения в ДК Меридиан приходите и кому интересно вот книжка пангалактические войны могут подойти спасибо